С упорным постоянством Но каждый раз я знаю, что произойдет в следующую минуту. Когда я закончу подниматься по лестнице и пойду по коридору, а в конце коридора сверну направо, то наткнусь на большое зеркало с потрескавшейся амальгамой. Но Андрея я в нем не увижу, а только свое собственное отражение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 продолжал ее как-то кормить в это время еще бессовали все жадные и поэтому там не было идиллических отношений между отцом и дедом но вот такая вот история была вот такой был человек они Не поверил отец и, отец сыну, что на свете есть любовь, веселый разговор, развеселый разговор. Дед ему запрещал работать просто абсолютно, потому что считал, что это очень несерьезная работа для мужчины, понимаете, что он должен семью содержать. И поэтому так вот происходило. И отец, несмотря на протесты моего деда, он все-таки собрался, собрал свои вещи и с билетом, как сын смазчика вагонов, поехал в Москву поступать во Вхутемас. Понимаете, какая вещь? Это не только относительно моего отца, но меня всегда поражает несходство внутреннего мира художника, его живописи, скажем, с его характером. Потому что мы знаем массу примеров совершенно противоположных, казалось бы. Вот если смотреть на живопись моего отца, кажется, что это умиротворенный, такой спокойный должен быть человек, вообще академик, который должен писать в лайковых перчатках, отставив мизинец вообще. А в самом деле это была буря совершенно, буря энергии, буря вообще несправедливости, какие-то безумные крики, выкрики по поводу того, вот кажется, если такой художник что-то пишет, если ты не смотришь на его картину, там заглянешь, и будет вообще такой чистый экспрессионизм вообще, будет какая-то невиданная активность, и вдруг видишь там полное умиротворение, полный покой, горизонт, почки цветут, и вообще все совершенно другое. То есть вот эта противоположность живописи или там литературы и характера человека вообще всегда удивляет. Причем мало того, что это не только относится к художнику, это относится и к школам. Вы знаете, вот такая странная вещь происходит, вот это мне приходило в голову, и мне казалось, что это может быть интересным. Что мы знаем о немцах, например? Мы знаем, что немцы это очень уравновешенные, очень точные, очень выверенные люди, они все высчитывают, все. И посмотрите на их живопись. Живопись немецкой искусства, это противоположность этому, это экспрессионизм, это можно сказать левый нагонь, пишет он весь в энергии. У меня такое возникает ощущение, что живопись даже нации, это некий даже, это не выражение характера нации, а это некий комплекс по поводу. Смотрите на русских, мы видим, что в шиворот на вывороте ни одной прямой линии нет, дома косо стоят. И что же рождается в России? Рождается конструктивизм, самое оточенное искусство из всех искусств 20 века, именно рождается в России. То есть это опять-таки какой-то комплекс. И я так думаю, что в людях то же самое мы можем увидеть. И то же самое, вот я когда смотрю на картины отца, я вижу, что это как бы комплексы его сути. То есть противоположное нечто, противоположное тому, что он есть. Это его картина. У меня отец вообще был человек со странностями, с большими. И в общем, я до конца, я так и не знал, как к ним относиться, потому что он действительно полный каких-то мистических предчувствий, каких-то видений. Он говорит, у меня было видение, ты знаешь. Сегодня было видение. Говорит, что такое папа? Он говорит, я прихожу в свою мастерскую с улицы, открываю ключом дверь, и вдруг вижу, сидит человек, сидит человек и пишет мою работу. «Керженец» – это знаменитая работа, которая сейчас в Третьяковской галереи хранится. Я так подошел к нему, а он повернулся ко мне, повернулся ко мне головой и растаял воздух. И потом, значит, отец подходит ко мне, к уху прислоняет губы и говорит, это был он. Я говорю, пап, кто он? Отец говорит, Местеров. Вот это он писал мне картину, он водил моей рукой. Вот у него были какие-то вот такие бесконечные множества таких вот странных, и очень часто появлялись вот такие вещи. Время от времени мне приходится проводить ревизии своего книжного хозяйства. Книг много, шкафов не хватает. Книги стоят в два-три ряда на одной полке. Чтобы найти нужную, необходимо вытянуть все другие. Обычно я узнаю их по корешкам, но сейчас наткнулся на какую-то незнакомую в черном переплете. Вытягиваю ее, другие падают на пол. Вытянутая книга вовсе не книга, а небольшой отцовский этюд в черной рамке. Я вспомнил, вспомнил слова отца, когда он подарил мне этот этюд. Слова, которым я в то время не придал никакого значения. Миша, повесь этот этюд себе на стену, зная, что я написал его той ночью, когда сказал твоей маме, что у нас родится сын, и мы назовем его Мишей. Отец очень хотел, чтобы я писал в стиле, близком ему. Но мое увлечение запрещенным искусством не проходило. Назревал очередной конфликт. Отец вставал очень рано, врывался в комнату, сорвал со стен мои абстрактные картины, пинал ногами стоящие у стены холсты и убегал в расстройстве к себе в мастерскую. Срывался со стенок, они летели, мы собирали чемодан и уезжали. Причем это было в возрасте 19-18 лет. 19 лет. И мы убегали. Я жил не дома. Поэтому здесь не было идиллических отношений. Папа, дорогой, научи меня живописи. Наоборот, я отказывался от всего. Он говорил, он все время хотел меня научить чему-то тайну живописи открыть, как он говорил. А я все время избегал этого дела. Я думал, что я ничего не услышал из того, что он сказал, честно говоря. Потому что я всегда сопротивлялся, стена вырастала. Причем она от меня исходила больше, чем от отца. Но потом, спустя какое-то долгое время, отец умер, я увидел, я очень много услышал от него. И очень много оказалось полезного и замечательного, о котором он говорил. Он очень ценил вообще, как я рисую, начиная с детства. Он собирал мои детские рисунки, плакал, как всегда. Он был всегда в эмоциях. Он признал потом, когда я делал вот этот интерьер, рисовал отца. Это за год до смерти его было. И он абсолютно как бы к этому отнесся. Он говорил, он восхищался, опять плакал, значит, говорил, как-то. Ему очень нравилась эта работа. И когда он умирал, когда я уже держал классический, там, руку умирающего отца в кровати, в постели, и он сказал, ты вдруг среди какого-то полубреда, сказал, ты великий рисовальщик. Я думаю, ну, ну, что он же про меня так играет. Я думаю, это... Но потом он собрал силы и сказал, а я гениальный художник. То есть он все равно к себе повернул. Это мне очень понравилось. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Субтитры создавал DimaTorzok Я играла Шиллера, играла Оскара Уальда, преподаватели, старые мастера МХАТа, Бибиков и Пыжова. Но привлекал меня больше всего художественный факультет. Я бегала смотреть там экзамены. Они выставляли свои работы в огромном широком холле, коридоре. Я настолько благоговела перед искусством, что я даже не задумывалась над этим, а хотела больше всего познакомиться с художниками. Среди них, конечно, мне самым интересным показался Ромадин, потому что если остальные его друзья осуждали как бы вот темы своих постановок, курсовых работ, то, бывая у Ромадина дома, я видела совершенно какие-то отключенные от реальности сюжеты. Мы с Витой жили в Перловке под Москвой, в сарае рядом с курами. Хозяйский петух нападал на нас, нацеливаясь клювом прямо в глаз. Никакие меру устрашения, вроде внезапно открывающегося зонтика, на него не действовали. Когда хозяйка, наконец, зарезала петуха и посвятила ему картину. Картину в стиле французских импрессионистов. Для каких это буржуазных салонов пишется и картина Ромадин, Тамадин, 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 Тамадин. Миша, я считала, что ты только талантлив, а оказывается, мне уже несколько раз сказали, что у тебя красивый муж. Ты представляешь? Да, все, кроме твоей мамы только. Я помню первый наш визит, когда я знакомился с твоими родителями, приехал в Одессу туда. И там вдруг она вышла, увидела впервые. Причем они, видно, готовились к этой встрече. Потому что они были смущены. И мама сказала, какой страшный. Да, да, да. Я стала ее убеждать. Я говорю, мама, его все считают красивым. Ты что? Но она очень сочувствовала меня. Она была смущена. Мне было жалко ее. Я совершенно вернула. Андрон привел Тарковского, когда мы снимали комнату, похожую на тир. И он сказал, что вот я хочу познакомить с человеком, который написал картину «Горящий лечек». Я приехал туда из Киргизии, пусть с первого учителя, с этой работой, о которой потом Андрей напишет статью об этой работе. Она ему очень понравилась. И с тех пор мы с ним как бы общались. И он пришел тогда с Высоцким ко мне и с Юцевым. Вот они троем пришли, и мы с Витой были. А тир, это была комната шириной... Я помню, Андрей сел, облокотил спиной на одну стену, а в другую стену уперся ногами. Она была узкой, длинной такой коридор. Тогда же там Гена была, Маша. Вот с тех пор мы дружим с ними. С Машей Вертинской, с Геной Шпальковой. От Москвы и до Калуги Все танцуют буги-буги-буги-буги. Стильный танец изобрел один китаец. Мир победит, победит войну. Мир победит, победит войну. А дети кушайте и риски, Забивайте соды вис. Мир победит, победит войну. Мир победит, победит войну. А не хотите дети в школу, Пейте дети Кока-Ко. А мир победит, победит войну. А мир победит, победит войну. А мы поедем на луну, Там поднимем целину. Мир победит, победит войну. А мир победит, победит войну Мир победит войну Ген, а спой свою последнюю песню Ах, утону я в западной двене Или погибну как-нибудь иначе Страна не пожалеет обо мне Но обо мне, товарищи, заблочен Страна не пожалеет обо мне Но обо мне, товарищи, заблочен Они меня на кладбище снесут Простят долги мои и старые обиды Я отменяю воинский салют Не надо мне гражданской панихиды Я отменяю воинский салют Не надо мне гражданской панихиды Мы по ней угадывали Это были наши университеты Мы по ней угадывали художников А мы играли в такую игру Причем в нее включены были все И Андрей Тарковский, и Гена Шпаликов И потом мы включили и жен наших И Вита в ней участвовала И приходили у меня друзья Мы брали лист бумаги Вот так вырывали из него маленький уголочек И вот по такому квадратику покрохотному Мы отгадывали Такая была у нас угадайка Мы накладывали, я не знаю, какую-нибудь предположим Ну вот здесь, значит, кто здесь Вот пиньон Вот это пиньон, вот это эстеф Я помню этих художников в тех далеких временх Мы вот так вот накладывали И, значит, пытались угадать Если не получалось, нас впервые говорят Мы немножко могли проехать по ней А, это пиньон, мы говорили Дело в том, что я однажды застал У них спор великий был в их группе Андрей Рублев Потому что Андрей просил у них Избавиться от символизма Который был заложен в сценарии Потому что по сценарию летун Скаланчис какой-то на крыльях Значит, он летел вниз А получалась такая вещь Что, когда это все делалось Получалось, что он с крыльями Поэтому он превращался в некого Как символ ангела И Андрей очень-очень Хотел и говорил Ну, придумайте что-нибудь другое Тогда ему художники, которые работали на картине Говорили, что Ну, давайте сделаем какие-нибудь деревянные крылья Давайте сделаем из птичьих перьев крылья Он говорит, ну, все равно это вот не то, не то И мне тут мгновенно пришла в тот момент такая идея Я сказал, мешок, мешок надуйте паром и все И он так обрадовался И вот тогда, в тот момент, по-моему, он и пригласил Меня говорит, давай здесь с тобой работать На следующей картине, понимаете И вот что-то в таком духе это представляло Вот так вот сидел Там какой-то Ивашка Или какой-то там, да Здесь было у него седло Конское седло И был он привязан к такому вот мешку Андрею так это понравилось, что он это держал Этот рисунок Сейчас я просто его... Этот рисунок он держал у себя под стеклом стола И считал, что это вот большая удача была Придумать так Но самое удивительное, что иногда делаешь Когда чисто эстетика руководит Как, оказывается, историческая правда такова и есть Мы просто... Они недоизучили историю воздухоплавания Потому что, оказывается, первый летун в России Был некий дичок крикутной Который летел Именно таким образом с колокольни Именно был Вот в такой как бы предтече воздушного шара была А не предтече самолета Вот что-то в таком духе это было Понимаете, там вот можно Даже могу подпись поставить Субтитры создавал DimaTorzok Он вообще человек достаточно мягкий В глубине души внутри В отличие от Андрона Который такой волевой, жесткий За что его и уважают Он страшно волевой человек По сути дела А Андрей нет Он... Но он как-то вот... И несмотря на его вот такие мужественные вид Вот эти вот скулы, которые... Он в каких-то вещах был достаточно мягок, я знаю Он требовал от людей Всегда трудно найти общий язык А со мной сразу находился Потому что он же ведь Учился живописи тоже в той же школе, где я У тех же педагогов И с полуслова знали друг друга То есть одна как бы среда была У нас не было отношений, которые были Такими подчиненными Потому что У нас связывала дружба И... Но все-таки я скажу одну вещь Что с своим... Если вы дружите с человеком, с режиссером Я не советую с ним работать никогда в жизни Потому что дружба должна быть отдельной А работа совместная должна быть отдельной Лучше не надо Говорят, что вот, мол, Роматин Он находится под влиянием кинематографа Мы видим кинематографичность В его изображениях и так далее Я-то всегда считал, что все... Как раз ход наоборот шел Что это что-то я все-таки Или мы, или наша группа Привнесла в кино Потому что нас учили в кино Совсем другому Нас учили той декорации Которая была у Куплуновского У Эйзенштейна То есть, как выстраивать первый план Задний план там и так далее А мы не выстраивали кадр никогда Мы делали как бы квинтэссенцию Либо всего фильма Идею ее как бы реальное воплощение Одновременно в эскизе Либо квинтэссенцию какого-то эпизода Либо квинтэссенция За дело коммунистической партии Советского Союза. КОНЕЦ 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 Вита, а ты только что в шкафу промелькнул. Ты знаешь такую странную вещь? Я знал, что ты сейчас идешь. Но обычно ты обладаешь этими талантами. Ты же заранее знаешь, кто придет, когда. Слава Богу, что сейчас в мастерской побудет. Опять почитают эти пересчеты. Сколько было зажарено каплунов на ужин, гусей лапчатых и сколько зайцев и всего прочего. Это потрясающе. И шапит такое количество всех этих винтиков, коробочек. А это, между прочим, воплощение твоего Рабле в живописи. Я всегда был борцом с так называемым лаконизмом. Потому что я считаю, что мир сложный, мир перенасыщен. И интересно его сделать идентичным тому, что вообще мы в мире видим. Когда мы видим траву, когда присмотримся, это невиданное количество линий, невиданное количество каких-то жучков, паучков, бабочек там. Невероятно эти микро-миры замечательные. Или ракушки в Индии, если ты помнишь. Помнишь, это те пляжи под Мадрасом, когда все состоятся из каких-то битых щербатых ракушек? Я решила их дописать. Начала там дописать их в Москве. Я собирал эти щербатые ракушки, а мальчишки индийские подбегали ко мне и очень потешались, что я такую дрянь беру. Они такие целые. И они, значит, доставали откуда-то из мешочков раковину с надписью Сэнк. Дело в том, что вот это насыщение настолько меня интригует всегда, вот насыщение, перенасыщение, что мне не хватает того плана, который я вижу перед собой. Когда сидишь в комнате, рисуешь там две-три стены. Я рисую даже то, что у меня за спиной. Для того, чтобы мир был еще более многообразным, еще больше вместить информации в картину. Чем больше информация, я считаю, тем больше соответствует моему замыслу. И мало того, что я еще что думаю, что картины от этого не становятся дробные, то, что говорят дробные. Потому что дробные, дробность, вот это ощущение дробности, возникает от дробности мыслей, когда разные мысли мечутся, когда разные идеи борются одна с другой. Тогда происходит борьба идей, борьба... Тогда происходит вот эта вот дробность. А есть одна идея есть. Ты можешь перенасыщать хоть до предела. И когда я рисую, например, в комнате стены, частично даже я рисую ту стену, которая за моей спиной. Меня это интересует. И все это превращается в такое, что нет прямой линии ни одной вообще в мире. Что я как бы погружаюсь в какую-то некую сферу внутрь. То это появляется та самая сферическая перспектива, о которой в свое время писал Петров Водкин. Но я под этим словом подразумеваю нечто совсем другое. Потому что я нахожусь внутри сферы. Нет ничего, это все раздвигается какими-то кругами вокруг. Миша, ну это все очень хорошо, но так многотрудно, знаешь, все-таки хотел... Я довольно быстро научился это делать. Эти, казалось бы, работы невероятно усложненные довольно быстро. Потому что я еще одну вещь знаю, что если ты остановишься на бегу и начинаешь работать медленно, получается плохо. Потому что энергия куда-то исчезает. Она должна быть выражена на бумаге или на холсте, на все, в чем угодно. Я стараюсь не пользоваться даже карандашом, когда рисую тушью. Потому что если я буду делать карандашом, все ощущение уйдет в карандаш. Там будет ощущение, там будет контакт вообще с божеством или с чем хочешь. Внутри рисунка. И поэтому я рисую сразу. Признаю никаких подготовительных рисунков, эскизов нет. Потому что все лучшее будет в эскизах. И мы знаем очень многих художников, которые лучшее творчество в эскизах. Кстати, Александр Иванов. Самое лучшее, что он сделал, великое абсолютно, это его акварелия, его эскизы к работе. Миша, но Пикассо и другие западные художники... Но я не могу работать как западные художники. Поэтому, наверное, у меня до сих пор нет настоящей галереи, серьезной галереи. Были галереи, но серьезной галереи нет. Я ценю тех художников, которые каждое утро начинают новый стиль, каждое утро начинают новую жизнь. Вот я очевидно принадлежу к этим людям. Вот я захочу, я поставлю крест на прошлую жизнь, начинай новую жизнь каждый день. Каждое утро новое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok